Природный газ в доме явление привычное, и люди стали забывать о том, какую опасность он в себе таит. Халатность и невнимательность приводят к трагическим последствиям. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Работая на опережение, сотрудники МЧС совместно с городской газовой службой провели рейд по жилым многоквартирным домам и проверили исправность газового оборудования. К счастью, в Чебоксарах обошлось без взрывов бытового газа. Было зарегистрировано несколько так называемых хлопков – маломощных взрывов без разрушительных последствий. По городу запланировано проверить более 2,5 тысяч домов. Большую часть работы сотрудники спецслужб уже выполнили. На сегодняшний день, в этом году, более 2 тысяч домов мы уже совместно отработали. Вообще, мы эту работу профилактическую ежегодно проводили, но без привлечения специалистов именно газовых служб. Совместная работа оказалась куда более продуктивной. Сотрудники провели более детальный осмотр газового оборудования. Напомнили жильцам о технике безопасности. По какому номеру телефона звонить, знаете, преподавали или при чрезвычайной ситуации? Дадим, по 12. Вот вам для напоминания еще раз напоминайте, изучите и ознакомьтесь. Жители многоквартирных домов воспринимают такие проверки с доверием. Нередко задают много вопросов. Оказывается, далеко не все помнят, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях. Абонент-пользователь газа, почувствовав запах газа, должен проветрить помещение, не пользоваться приборами электрическими, освещением, то есть не выключать выключатели, выйти в безопасное место и позвонить в специализированную организацию. Газпром газовщик Ленча-Боксары по номеру 04, сотового телефона 040. Стоит отметить, что даже 1% бытового газа в воздухе приводит к взрывоопасной концентрации. При обнаружении утечки ни в коем случае нельзя проявлять самодеятельность. Необходимо сразу обратиться к специалистам. Еще очень важная информация. Газовое оборудование, как и любое другое, стареет. Поэтому проверяйте и его годность. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...